Москва осуждает кампанию по смене власти в Венесуэле, призывает Вашингтон отказаться от безответственных планов, тем более что в телефонном разговоре с Путиным Трамп о военном сценарии не упоминал. Об этом несколько часов назад рассказал Сергей Лавров после переговоров со своим венесуэльским коллегой. Россия, по словам главы российского МИДа, готова сближать позиции США, в том числе по ситуации в Венесуэле, но на условиях уважения к нормам и принципам международного права. Когда мы слышим угрозы, которые звучат в адрес Венесуэлы, прежде всего из Вашингтона, угрозы, которые, как подчеркивают американские официальные лица, оставляют на столе все варианты действий, мы делаем печальный вывод, что трагедии Югославии, Ирака, Ливии, Сирии, Украины так и не принесли уроки, которые были бы усвоены в Вашингтоне. По моему глубокому убеждению, применение военной силы против Венесуэлы, это будет унижением всего региона, всей Латинской Америки, всего Карибского бассейна. Из-за авантюры венесуэльских путчистов в беспорядках последней недели погибли пять человек, а лидер оппозиции Гуайдо, признав поражение, пообещал рассмотреть предложение о военной интервенции из США. Из Каракаса репортаж Валентина Богданова. Провальная попытка переворота не добавила сторонникам Гуайдо поддержки. Собирать толпу все сложнее. На митинге у памятника Вашингтону в Каракасе журналистов едва ли не больше, чем протестующих. Идти собирались к казармам, чтобы раздавать военным листовки с призывами признать Гуайдо. Только вот отчаянных не набралось. В конце концов высыпали на проезжую часть и раздали водителям. Западная пресса снова ждала столкновений. Но зря репортеры натягивали бронежилеты. Во вторник утром казалось иначе. В окружении кучки людей в форме Гуайдо записал вот это видео, где сообщал, что армия отныне на его стороне. Это потом выяснилось, что позировал он не на авиабазе Ла Карлота, а у ее ворот. Вскоре там начались столкновения. Броневик, врезающийся в толпу, патроны от крупнокалиберного пулемета в перемешку с бананами, разбитые носы и лбы. Эти кадры западные телеканалы крутили часами. Информационная поддержка у Гуайдо была на высшем уровне фейковых новостей. За пределами страны мало кто догадывался, что дерутся, по сути, на одном пятачке. А город в это время живет обычной жизнью. Точкой противостояния снова стала развязка у авиабазы Ла Карлота, которую сторонники Гуайдо уже пытались захватить. В авангарде скрывающие лица подростки. Туда-сюда снуют мотоциклисты с обрезками труб. Их тоже используют для обстрела полиции. Та пускает в ход водомета и распыляет слезоточивый газ. Все как по учебнику. Расчет на телевизионную картинку. К вечеру 1 мая переворот окончательно захлебнулся. Николас Мадуро собрал у президентского дворца Мерафлорес огромный митинг. Потом поговорил с военными, которые на деле доказали, что ему верны. Президент Венесуэлы в прекрасном настроении. Танцует под рэп, посвященный ему. Соратник Гуайдо по партии «Народная воля» Леопольдо Лопес, он тоже был на том видео, теперь прячется в резиденции испанского посла с женой и дочкой. Из Мадрида уже дали понять, что готовы потерпеть гостя, только если он не станет злоупотреблять гостеприимством. То есть не будет собирать там пресс-конференции, как уже попытался. Для Хуана Гуайдо крайне важны внешние атрибуты власти, пока он сидит в зале, вот там за ширмой. Прячут трибуны с гербом Венесуэлы. За такими выступают законные руководители страны. Гуайдо свободно перемещается по Каракасу, чем, конечно, путает Америке все карты. Там наверняка предпочли бы, чтобы венесуэльские власти арестовали самозванца, увеличив его популярность. Вот Гуайдо пришел на встречу с сотрудниками нефтяной компании ПДВС. Незамысловатый план оздоровления отрасли вывели на большой экран. Три пункта, две стрелочки. Власть, конечно, так просто не взять. Тем более, что собственными руками это сделать не получается. Вы поддерживаете военное вмешательство? Лучшее решение для венесуэльского конфликта – это то, что обеспечит социальную стабильность и управляемость. Сейчас мы платим слишком высокую цену. Переход к демократии должен быть мирный, но быстрый. День спустя в интервью «Вашингтон-Пост» Гуайдо все же признал, вариант военного вмешательства могут рассмотреть в Национальной ассамблее, которой он пока руководит. Если Болтон попросит жест отчаяния, ведь такое Гуайдо не простят даже сторонники. Любые опросы общественного мнения подтверждают, что большинство, 85-90% венесуэльцев категорически против любого военного вмешательства. Если это произошло бы, это повлекло бы за собой другой конфликт, абсолютно иных размеров. В общем, ястребам, строящим виды на Венесуэлу, похоже, придется менять и стратегию, и тактику. Других венесуэльцев у них для Гуайдо нет, а вот другого Гуайдо найти наверняка попробуют. Валентин Богданов и Иван Уткин. Вести из Каракаса. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34 Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия.